Я не узнала, кто это так сделал, но я уже поняла, да, кто это. Вот сижу такая, думаю, ну как вот сказать после того, во-первых, здравствуйте всем. Геннадий такое слово сказал мощное. Я думаю, что я сейчас выйду тут свое свидетельство, такую мелочуху сейчас расскажу. Потом мне Дух Святой говорит, слушай, а что есть мелочи, есть как-то по крупнику? И я такая, нет, нужно говорить. И в первую очередь пришло на сердце спросить у каждого из вас, не обязательно отвечать вслух, ну вот у вас есть чудеса в жизни? А вы делитесь этими чудесами? На регулярной основе. Я приняла решение делиться на регулярной основе своими чудесами с вами, с моей церковью. Значит, у нас двое детей. И пришло время, когда моему сыну, младшему ребенку идти в школу, ему скоро 7 лет. И значит, сейчас здесь в Болгарии ввели новое постановление подачи документов через электронную очередь. Так как мы не являемся гражданами Болгарии, нам нужно прийти вот в общину, вот в это высокое здание, и подать документы. В общем, я пришла, подала. Ну, как-то меня дезинформировали, может быть, моего болгарского не хватило. В общем, на первое классирование, это когда, ну, первый, как это по-русски сказать? Нет, на первую запись, в общем, я опаздываю и прихожу получить результат. Они на меня смотрят так, вы что, вы все пропустили. А мы как раз живем в том районе, где стоит очень хорошая школа, и в нее хотят попасть очень многие жители города Варны. И, в общем, она мне говорит, приходите на второе классирование. Ну, в общем, прихожу я. Она смотрит на меня так грустненько и говорит, вы знаете, у вас вообще практически нет шансов попасть. И открывает список детей и показывает, что мы примерно на шестом, на седьмом месте. Смотрит по таким критериям, сколько лет вы живете в этом районе. И у нас в среднем полтора года мы живем в этом доме. И говорит, ну, есть люди, которые живут два-три года больше вас, поэтому вы никак не проходите. В эту школу два места. Представляете, два места. Мы с мужем взмолились, потому что понимаем, и удобно, и все. Ну, по всем параметрам, в общем, это наша школа. В общем, проходит 3-4 дня. Я открываю электронную очередь, и наш номер есть в списке. Я опускаю все подробности. Ну, вы понимаете, это вообще, это такое действительно было для нас чудо. Я понимаю, что мы шестое, седьмое место, и вообще, ну, она смотрит на меня, она открыла фамилии каждого ребенка и говорит, ну, вот у них преимущество, у них преимущество, у них, у них, у них. Ну, а вы хотите, может быть, давайте еще больше школ укажем? Я говорю, нет, я ничего не буду указывать. И я вышла, помолилась, мы с мужем помолились. И, в общем, из двух этих детей один наш ребенок Давид. Маленькое это чудо, большое чудо. Для кого как? Не могу я судить, потому что написано, что верны в малом, много будет им уверено. Я хочу быть благодарна Господу во много, вернее, пусть даже в малом. Потому что, если я не научусь радоваться малому, то вряд ли мне Бог даст что-то больше. А я хочу больше.